всем привет сегодня новая тема какие часы выбрать до 1000 долларов или примерно до 80 тысяч рублей включая всякие там пошлины и налоги и так далее сегодня будет интересная тема потому что это такой правильный хороший уровень для часов где можно уже что-то поискать где есть ряд интересных моделей и мы с вами как раз можем посмотреть и что-то для себя или для вас подобрать с вами виталий сергеенко и давайте начинать наш блог о часах и так я для вас приготовил маленькую презентацию и конечно как уже по нашей старой доброй традиции мы посмотрим массу интересных часов для вас сегодня приготовил топ 10 часов в этой ценовой категории и давайте начнем вот с чего что мы ждем от часов за тысячу долларов вообще да то есть если мы говорим про то есть это уже не маленькая сумма то есть это на дороге не валяется если мы говорим там 70 80 90 тысяч рублей то конечно мы ждем от этих часов надежности да потому что мы уже вложили приличную сумму для многих и мы не хотим чтобы эти часы разваливались чтобы мы хотим чтобы они были качественные чтобы они были комфортные чтобы они были красивые до чтобы они несли какое-то качество и нам не было жалко потраченных денег потому что если у нас денег много и нам вкуса мало то мы допустим покупаем решер миль да и у меня одно из последних видео на эту тему как раз про одни самых там ужасных часов или что-то подобное типа убло да но если у нас денег не так много лимитированный бюджет нам хочется все-таки попасть ближе в цель нам иногда не до экспериментов и мы должны с вами вот я для себя отметил качество надежность дизайн удобства и желательно еще чтобы этих часов за тысячу долларов или чуть ниже была история какая-то да чтобы нам было приятно их носить и говорить про них и вообще так как этот канал создан для настоящих часовых энтузиастов и коллекционеров часов то нам конечно просто обычные часы за тысячу долларов не нужны нам нужны какие-то интересные часы правильно какие-то трушные часы вот об этом мы сегодня с вами говорим и так мой личный топ часов до 80000 рублей здесь будет погрешность там в 5-10 тысяч в ту или иную сторону как я уже сказал потому что у нас есть мдс и у нас есть доставки у нас есть пошлины если вы откуда-то часы заказывайте но меня некоторые люди в комментариях критиковали в одно за одно из прошлых видео по поводу там предыдущего топа до недооцененных часов или там было что вы можете купить вместо tiso prx любыми способами да но вот вместо этих часов и меня раскритиковали то что я там начал говорить и про часы и часы без комплекта за эти деньги и что-то заказывать там за границы что-то еще бла-бла-бла миллион всего да поэтому с одной стороны меня зажали в больше рамки с другой стороны именно этот топ мне было даже саму виде эксперимента интересно выделить часы именно все-таки отталкиваться от с одной стороны ритейла с другой стороны по крайней мере чтобы они все были новые чтобы они все были с полным комплектом и но для себя я оставляю возможность несколько раз отклониться и все-таки поискать часы где-то на вторичном рынке где-то за пределами ритейла может быть по более высокому ритейлу но доступны здесь и сейчас и вот вам что-то тоже покажу расскажу и подскажу да поэтому давайте переходить к демонстрации экрана и будем конечно же начинать но много вкладочек для вас много информации и конечно король король этой ценовой категории один из королей это всем известная компания сейк да здесь ни для кого не секрет сейчас ритейла если мы говорим в россии ну вот они там пляшут где-то не знаю 30 тысяч и выше но вот такие там по 50 45 60 тысяч достаточно много предложений как вы видите и здесь любые часы мне нравится здесь присаж да вот такие костюмники в то же время на каждый день можно выбрать разные модели и это будет качественно это будет красиво это будет не лишним бы не вредно потраченные деньги и больше всего мне нравилась вот такая модель с синим циферблатом сейчас я так понял но я не особо искал не было так много времени но насколько я понял в россии не так много сейчас доступна эта модель вот поэтому я вам решил предложить по моему более свежую модель и более еще необычную и первая модель у нас идет вот такая то есть это сейк и присаж 38 с половиной миллиметров необычный очень необычные циферблаты за эту ценовую категорию а что такое там 52 тысячи ну плюс там еще то бонусы какие-нибудь начислят то что-то там срежут вам да ну давайте поделим на реальный курс доллара ну где-то 700 700 720 баксов да очень интересные часы на миланском браслете механика кстати важный момент вы меня не спросили все часы все топ-10 в этом рейтинге это все механика все в основном автоподзавод никаких кварцевых часов никаких там цифровых никаких smart watch и всего этого бреда здесь нету мы не для этого здесь собрались и много есть разных каналов где какие-то эти погремушки показывают я здесь стараюсь вам показывать все-таки какие-то более трушные вещи интересные которые можно купить по цене часто кварца или какого-то гаджета но что-то интересное вот такая необычная модель не знаю как назвать этот цвет мог или как он будет называться здесь конечно же калибр с частотой 21 600 кстати такой винтажной частотой полуколебание 41 час запас хода наверное это один из там одного-двух минусов этой модели 50 метров водозащита неплохо вопрос у многих может быть по поводу стекла потому что это минеральное стекло ну да по моему с каким-то напылением лишь что она чуть более устойчиво чем обычные минералки старые но в целом но что вы хотели с другой стороны за такие деньги и это прям вин под винтаж сделанная модель ну я думаю что за эти деньги достаточно неплохо мне понравилось что здесь 38 и 5 потому что обычно это 40 миллиметров при саже но я отмерил когда синюю модель и особенно белую светлую то выглядит достаточно крупно массивно для таких костюмников и даже 38 и 5 я думаю что будет интереснее здесь здесь какое-то странное у них с высотой происходит наверное это от ушка до ушка скорее всего да имеется ввиду 45 миллиметров и 12 высота очень неплохо я считаю что для начала вот такие часы вот с таким циферблатом ну то есть циферблат отсылает нас куда-то гранд сейка к лучшим таким гилюшин гилюшированным вещам стрелки dolphin секундная стрелка в виде иголочки да такое ну очень красиво окошко даты в цвет накладные метки такие серебристые все сделано очень-очень солидно и интересно ну может быть я не знаю для меня вот задняя крышка наверное это тоже минус просто там смотреть абсолютно не на что в этом механизме понятно но с другой стороны кому-то нравится но я бы здесь лучше сделать гравировку и глухую крышку вот такое начало первая наша модель и конечно же сейка и здесь все можно рыбачить смотреть потому что это просто один из вариантов вариантов как бы море понятно да идут и дайверы за эти деньги но вот хотя мне тогда дайвер я посмотрел его параметры 50 метров 50 метров водозащита дайвер как-то у меня не бьется как-то немножко странно вот но там есть еще выбрать сейка здесь один из королей в этой ценовой категории до 1000 долларов сто процентов двигаемся дальше второй момент это часы которые уже упоминал в своем обзоре альтернативы tiso prx и здесь тоже не могу не упомянуть эти часы остаемся в азии до этого была япония теперь это сингапур это микро бренд из сингапура зелос очень интересные часы от 500 долларов они делают в россии крайне ограниченно они появляются в среднем где-то 40 тысяч они здесь будут стоить со всеми делами и если заказывать из штатов или там из европы то идет но это очень хорошая история да то есть я подробно они рассказывал в одном из прошлых видео ссылочку оставлю на по поводу tiso prx и лучших альтернатив ну вот вариант уже пока мы с вами за пару недель же здесь цены подросли было помощь что 50 долларов или 600 стала уже 715 это такой необычный циферблат невероятный и как вы видели здесь масса моделей с каким-то необычными циферблатами даже есть с авантюрином и здесь очень хорошая читаемость очень хорошие здесь люм этих моделей они делают лимитки лимитки сразу разбирают течение нескольких дней это максимум недели и вот эта лимитка тоже тоже на вторичке чуть дороже чем почти на 200 баксов дороже чем изначально здесь у нас 42 миллиметра диаметр 200 метров водозащита между прочим 49 миллиметров от ушка 12 высота это титановые часы между прочим обратите на это внимание но мне кажется такие деньги то есть на круг если это там с доставками с растаможками и так далее но это где-то там 50 тысяч рублей вы плюс-минус 55 все равно вы укладываетесь и это классные часы я говорил что у меня из этой марки я заказывал из штатов на пробу часы граниту и оставили очень приятное впечатление мне показалось если это часы там за 500 600 700 долларов то это невероятное качество и ну тисо здесь сложно как-то сравнивать классная сталь и все это сделано на очень высоком уровне но и абсолютно необычный циферблат то есть но не 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 сейко единым да живы будем не с не сейко единым потому что здесь есть вот такая вещица и 42 миллиметра кому нужен такой интересные часы не не дайвер конечно но 200 метров водозащиты на повседневные ношения отличные часы до 80 тысяч рублей или до 1000 долларов так давайте двинемся дальше дальше у нас более наверное ожидаемая многими модель здесь много вариаций я выбрал такую вариации вариацию это hamilton 38 миллиметров стали соответственно последний ритейл разные варианты есть на черном ремешке телячьей кожи да есть на коричневом более популярный из 38 миллиметров есть по моему 42 миллиметра и но это очень трушно очень популярные часы особенно там несколько лет назад прямо они были таком ажиотаже очень хорошие вот хаки филд это вообще универсальная такая модель бестселлер от hamilton и здесь у нас красивые стрелки винтажные форме таких шприцов у нас здесь очень красивая секундная стрелка у нас здесь окошко даты у нас здесь так а здесь не показывают по моему по моему не глухая здесь крышка да вы меня можете поправить ну вариации опять же на эти часы их масса здесь мне нравится что 100 метров водозащита толщина очень небольшая 11 с половиной 38 миллиметров здесь будет шикарно смотреться потому что у hamilton достаточно большие ушки калибр на базе это и запас хода 80 часов но что надо при том еще раз я здесь вам показываю сегодня именно большинство будет с ритейлами с российскими до 80 тысяч рублей да то есть это невероятно если поискать порыбачить на вторичке понятно что это будет дешевле и я думаю что можно за 50 ниже это будет выгодные сделки если не ножном состоянии полный комплект это будет очень хороший вариант но hamilton здесь в этой ценовой категории я думаю наравне с сейка это король это универсальные часы особенно в таком пилотном стиле в полевом стиле там военные до часы кежилл это все про hamilton это все будет интересно это будет механика это будет очень трушно и всегда за эти часы вас никто там гнобить не будет потому что даже люди с очень дорогими часами подобные модели вызывают у них респект и уважение дальше не отходя от кассы у нас hamilton мерф свежая модель 38 миллиметров тоже свежак в россии я как-то не нашел особо и не сильно искал не было много времени но не нашел вот на первых каких-то страницах эту модель может быть пока не привезли но 42 миллиметра по-прежнему доступно да на них цены где-то около сотни но ритейл ниже тысячи и если заказывать из европы воду пусть есть вариант в германии 874 доллара новые с документами из коробкой и это хороший вариант я уже рассказывал про эти часы что это из фирма интерстеллар одни из двух часов да и они сыграли там свою определенную роль здесь у нас вот это мне мне очень нравится стрелочка кафедральная на пол называется да и хороший люм интересная модель минимализм тот же стиль примерно что и прошлое но вот еще более лаконично аккуратно 38 миллиметров про нет прозрачная задняя крышка и у прошлой модели тоже должна быть при примерно такая крышка сапфировое стекло все здорово и цена вопроса со всеми даже делами топ 1000 долларов да то есть вам будете там 70 72 тысячи рублей у вас если вы немножечко поработаете ногами или головой то у вас будет такая модель то есть у нас здесь 38 миллиметров в 20 миллиметров ушки те же 100 метров водозащита 80 часов запас хода но что еще надо вот здесь детали аккуратно если вам только время и секунда нужна шикарные часы из часы с историей с голливудской и мне кажется что это очень очень хорошо так давайте двигаться дальше дальше у нас модель который может быть не все ожидали опять сейка сейка альпинист да насколько я помню да они называются правильно альпинист это лимитка с ней конечно сейчас тяжеловато в россии но это очень интересная история поискать вариации там зеленые серые вот такой циферблат последний ритейл где-то в россии около 82 тысяч на браслете ну красота неописуемая на самом деле это как это выглядит накладные метки тоже подобные стрелки как вот у нашего прошлого хэмилтона до кафедральная такая стрелочка мне очень нравится секундная стрелка эти метки накладные внутренние безель вращающийся то есть это такие настоящие дайверы если хотите в винтажном стиле здесь такой циклоп но спорное решение но интересно 200 метров водозащита это все что вот нужно для счастья здесь в принципе есть да мне кажется неплохо кто-то скажет ну здесь же их нет в наличии наверное тяжело ну как-то с ними тяжеловато на вторичном рынке есть предложение неношенные часы 22 года чуть больше тысячи долларов ну здесь где-то можно поторговаться где-то да чуть-чуть добавить сейчас пошлина до 1000 вы вообще не платите то есть в принципе здесь плюс-минус те же 80-80 там 2-5 тысяч рублей и у вас будут эти часы мне кажется достаточно интересным предложением здесь написано что это европейское ну такая для европейского рынка лимитка скажем так ну не то что лимитка а именно издание как вам эти часы напишите кстати у кого есть если сейка вообще или сейка альпинист напишите в комментарии как вам эти часы потому что вот так они оставляют очень приятное впечатление живьем я по моему их видел только на витрине я не смотрел их именно в жизни да не вертел но вот прошарив как бы интернет посмотрев информацию понял что вот это одна из самых интересных вещей которые сейчас можно в этой ценовой категории 70 часов запас хода диаметр очень приятный 39,5 как у первого сейка сегодня у меня высота корпуса 13,2 200 метров водозащита все очень красиво и интересно выглядит мне нравится и цвета у сейка конечно циферблатов обалденные то есть это исполнение если как гелише или вот какие то интересные цветовые решения и это еще и цена около тысячи долларов я считаю это очень хорошо на браслете такие универсальные яркие трушные часы очень хорошо и здорово и сейка здесь респект давайте дальше дальше я думаю что многие догадались конечно же без сертины этот рейтинг тоже не обойдется до 1000 долларов здесь очень много интересных вариантов да в россии ритейлы повыше чаще всего на сертины чем 1000 долларов но вот приближаемся к этой цифре хотел вам предложить сертину DS вот с таким сложным артик рефом да вот такие часы они абсолютно в винтажном дайверском стиле по моему 1967 года у них оригинальная эта модель то есть они просто это переиздание знаете это такое тоже по мотивам блампа 50 fathoms 100% сделано то есть в этом стиле на ремешке нато не бывает на браслете черный циферблат лаковые здесь безель на 60 кликов в таком винтажном стиле такой красный крест красная секундная стрелка секторный циферблат это называется очень интересно из минусов именно этой модели это алюминиевый безель я думаю что он все таки быстро подустанет или наберет царапины здесь нужно быть аккуратнее потом хизолитовое здесь стекло видимо ребята решили с одной стороны дать больше за эти деньги с другой стороны прям винтаж винтаж сделать и 60 кликов безель и хизолитовое стекло что такое хизолит ну это ну по сути плексиглас то есть ну пластик скажем так особой прочности здесь утверждается что есть какое-то там покрытие ну возможно да возможно покрытие есть и становится там более ну смотрите ну настоящую tool watch красивая история у кого рука побольше здесь почти сорок три миллиметра диаметр то есть если у вас рука скажем так ну от семнадцать с половиной от восемнадцать то есть мне будет великовато у меня где-то шестнадцать пять шестнадцать семь то есть мне они будут большие сто процентов но при этом толщина небольшая двенадцать девять очень приятная двести метров водозащита покрытие суперлюминого что вот здесь они отражают в таком красивом оформлении да вот ночном как светится дайверская история если у вас вы скажете ну какой хизолит какой алюминиевый безель еще за такие деньги ну как бы несерьезно да но есть вариант доплатить чуть-чуть деньжат и получить вот такой вариант черный здесь уже у нас будет керамический безель да и меланское плетение либо вот такой синий керамика сапфир да и на нато здесь вот сто восемь тысяч пишут retail сто восемь четыреста но вообще не напрягаясь просто вот открыв там вторую попавшуюся ссылку уже нашел за девять за девять за девяносто семь пятьсот и еще можно здесь в рассрочку на шесть месяцев не реклама никаких сервисов я просто вам объясняю что есть варианты уже меньше а если порыбачить и посмотреть я абсолютно уверен что на вторичке можно за восемьде дешевле найти эти часы в неношенном состоянии в том числе в россии без проблем часы красивые часы интересные это tool watch это хорошая качественная компания бренд за который не надо переплачивать и это вот вокруг восьмидесяти тысяч и вы получаете очень клевые часы в стиле фифтифатомс за маленькую его часть кстати тоже такая лирическое скажем так отступление насколько я помню кто смотрел видео с Антоном Птушкиным с его путешествиями по свету до известных событий уже годичной давности он как раз по моему в подобных сертинах гонял там по своим по всему миру и была такая классная интеграция как мне кажется у сертины с Птушкиным наверное это лучший их амбассадор был и посол бренда потому что видео там десятки миллионов просмотров набирали и он в последние десятки видео наверно точно был в этой или в похожей сертина поэтому тоже пересмотрите эти видео и увидите там эти часы у него на руке и он про них будет говорить не раз интересная модель точно вам рекомендую или как бы сказал Антон мой рекомендацион на эту модель ищите дешевле 80 тысяч и будет вам счастье так давайте дальше дальше у нас еще одна сертина мне очень нравится эта модель это DS1 здесь у нас часы были тоже DS что такое DS кстати помимо что там 200 метров понятно DS DS это double security то есть там и дополнительные прокладки есть и против ну то есть для водозащиты и антимагнитность и второе там внутренние какая-то там вставка в корпус то есть все сделано для того чтобы часы были надежными чтобы они там не бились и прослужили вам максимально долго максимальное количество времени поэтому это я думаю достаточно тоже интересное предложение вот такие часы у них в более классическом стиле мне здесь нравится Fumé Dial такой дымчатый да как называется накладные метки очень красивые Big Date чаще всего это вот такая дата большая в часах намного выше уровнем ценовым да и бренда ну вот сертина дает нам это за ритейл около 1000 долларов это очень очень интересная история 41 миллиметр 100 метров даже такой можно сказать костюмник 100 метров водозащита очень красивые интересные решения с ремешком мне понравилось 80 часов тоже запас хода то есть здесь все и сплав невохрон антимагнитные здесь все очень здорово автоподзавод тоже у нас здесь цена вы скажете немножечко не проходим нашу ценовую ну во первых вам везде скидки раздают даже сейчас я думаю что на сертина можно получить во вторых если немножечко включить голову и воображение то на вторичном рынке в новом состоянии с документами можно найти за меньше тысячи долларов и с доставкой со всеми делами но там ну тысячу сто долларов вам это обойдется там те же восемьдесят тысяч рублей по нынешнему курсу это достаточно интересное предложение и здесь еще на браслете за эти деньги то мне кажется это очень-очень здорово просто надо рыбачить надо смотреть да сорок один сто метров восемьдесят часов очень хорошо за эти деньги прекрасный вариант я держал их в руках смотрел для меня они показались слегковатыми на именно на ремешке но может быть было в сравнении я был там в тяжелых часах назовем это так и мне они показались слегковатыми но красивые часы если бы здесь было написано вот с такими зубчиками допустим не сертина а омега то это бы стоило не тысячу долларов сразу а пять да вполне себе может быть так давайте двигаться дальше у нас уже время заканчивается дальше не смог удержаться не могу не включить ланджин гидро конквест в этот топ десять ну вот я по всячески изгалялся конечно в россии с ритейлами космическими ланджина сложно его сюда запихать потому что конечно он там будет грубо за сотку наверх туда но если включить немножечко голову и воображение то без проблем вы за тысячу долларов с доставками с всеми делами с растаможками вы получите вот такого гидроконквеста популярного с голубым циферблатом 41 миллиметр и ну про гидроконквест я думаю нет смысла долго говорить здесь есть очень много плюсов кому-то в дизайне есть какие-то минусы это самобытные часы это интересные часы это узнаваемые часы на расстоянии 10 метров и вы за эти деньги вы получаете механизм ETA 64 часа запас хода всего лишь 11.9 толщина корпуса ну здесь все 300 метров водозащита ну ланджин представьте да то есть даже за такие деньги и поискать посмотреть то вы можете получить часы даже выше уровнем и выше брендом в таком исполнении но не всем нравится просто гидроконквест не всем нравится это исполнение но кому нравится тому нравится и сто процентов эти часы должны быть в рейтинге дальше еще на тему ланджина со скрипом с очень тяжелым конечно сердцем но кое-как я вот нашел часы я могу включить за тысячу да это у нас ланджин ст эмилье это ну как по мне это предтечь коллекции heritage которая сейчас ну топ линейка бренда ланджин и это хорошие это качественные часы у меня был подобный хронограф из этой линейки они сделаны в таком минималистическом стиле может быть чем-то похоже на хамилтон но это ланджин здесь хорошее исполнение здесь очень приятно у них такой корпус со ступенькой вообще сан эмилье оставляет очень приятное впечатление если на вторичке вы поищите особенно в идеальном состоянии в состоянии неношеном как здесь и около тысячи там тысячи сто долларов это будет хорошая находка на классном это механизме неубиваемом и вы получите абсолютно супер часы носибельные 41 миллиметр 14 миллиметров толщина немножечко толстовато вот наверное для меня это единственный минус здесь но в любом случае эти часы будут намного интереснее как по мне чем стандартные мастер коллекшн честно вот эти часы аккуратнее более дорого сделаны ну и реже чем мастер коллекшн или там конквест понятно что с конквестом это отдельная история но более необычная но опять же здесь на этом месте ланджина могли быть какие-то вариации это не не прям для меня этот ланджин это собирательный просто образ таких часов за там плюс-минус полторы тысячи долларов ритейл которые вы можете найти где-то за тысячу в новом состоянии и наслаждаться качеством и купить часы на всю жизнь просто вот носить их и быть довольным если вам много прям не надо и наш рейтинг закрывает не по качеству не по бренду не по каким-то еще моментам а скорее по цене потому что я не мог уже запихаться то есть они здесь были самыми крупными по цене в этом рейтинге но узнаваемая модель это oris big crown с таким приятным циферблатом ну здесь голубой с серым как мне кажется такой синий с серым смесь очень приятный цвет уже известная нам с вами стрелочка здесь дата в таком винтажном стиле железная дорога такой рифленый безель очень красивый также ремешок в винтажном стиле здесь все красиво часы просто уникальные здоровски единственное что здесь селита открытая задняя крышка их легендарный красный ротор oris но мне очень нравится эта модель я как то ее рассматривал совсем недавно ну как недавно года два назад но в итоге выбрал iwc просто не не пожалел денег добавил денег и на вторичке купил iwc но идея была купить подобные oris новые но вот последний момент передумал но по цене это очень хорошая история ритейлы в россии крайне завышены как я считаю скажите что я вам здесь показывают часы не новые еще за полторы тысячи долларов ребят ну надо рыбачить надо смотреть я вам просто здесь показываю хорошее фото а вот есть вариант допустим в турции новые меньше тысячи триста в турции надо торговаться поэтому может быть за тысячу двести отдадут ну и там со скрипом со свистом ну кое-как но можно пролезть в наши там восемьдесят восемьдесят пять тысяч плюс-минус поэтому достаточно может быть интересно по параметрам здесь конечно самый главный минус для меня это что это селита и 38 часов запас хода мало сорок миллиметров диаметр комфортно интересно пятьдесят метров водозащита маловато у нас сегодня было очень много героев и сто метров и двести даже триста водозащита здесь маловато но это часы не не для того для чего допустим у нас гидроконквест то есть это нужно тоже нам с вами понимать да так может быть здесь что-то больше написано ну вот для меня вот это самая печальная история все таки здесь дата не очень не очень история да поэтому здесь надо ребачить вот может быть все что дешевле тысяча триста это тысяча двести тысяча триста это интересно это хорошее будет здесь вариант хорошая история вот наверное то что по рейтингу я вам хотел основное сказать даже не по рейтингу а просто по топу да тут конечно могут быть вариации с моделями и так далее где-то разные диаметры корпусов как у мерфа есть 38-42 здесь все зависит уже от вашего запястья от ваших предпочтений понятно но вектор какое-то направление вам задать я думаю что это видео вам должно помочь эта тема сегодня это главная моя идея сегодня была давайте подведем как всегда выводы основные ну скажу честно что для меня как для человека у которого уже в коллекции все-таки есть бренды люксового уровня хорошего там типа бреге блампа и так далее мне тяжело это было здесь подбирать что-то смотреть вспоминать что я мерил что видел в жизни потому что ну там 90 процентов то что я вам сегодня здесь рекомендовал я это видел в жизни смотрел крутил примерял и так далее да поэтому я здесь могу объяснить что качество действительно классное вот поэтому ограниченное количество интересных моделей до 1000 я для себя нашел понятно что если это до 500 до 400 долларов там царствует всем базовые сейка ситизены ориенты какие-нибудь то есть там японцы в основном да здесь уже видите япония там микро бренды хэмилтон сертина то есть это то что до 1000 долларов закрывают эти потребности я бы именно вот где то искал там сейка хэмилтон сертина в первую очередь эти бренды здесь дают максимум за эти деньги не переплачивая ничего или вы даже можете получить дешевле там 80 за 70 тысяч и ниже какую то хорошую интересную модель на первичном или вторичном рынке можно и нужно признать что можно поискать и найти какие-то ланджин в том числе в ненужном состоянии ланджин или орис и это будет очень хорошим приобретением тоже я не скажу что орис для меня прям намного выше чем хэмилтон допустим хэмилтон очень качественное исполнение за эти деньги но орис более редкая вещица и иногда ну вот мне нравится их модели орис аквис орис big crown то есть это это очень-очень интересно поищите ланджины орисы на вторичке сколько вы реально и точно готовы заплатить потому что если вы попали на это видео и его смотрите там вот топ 10 до 80 тысяч хорошо но может быть стоит где-то десяточку двенашечку на скрип сети и взять что-то интереснее тоже вот найти там сертино дс-200 с керамическим безелем и сапфировым стеклом синие да похожие на лампа фифтифатомс классное приобретение одно из лучших как мне кажется в этом рейтинге и то есть иногда может быть стоит не жабить там пять десять тысяч и взять модель лучше по качеству за вот ближайшие деньги и мой вопрос напоследок в виде вывода тоже зачем вам кварц по цене механики как вы увидели ну масса предложений масса предложений за 60 70 80 90 тысяч я не понимаю зачем брать кварц для девушек для прекрасных конечно это шикарный вариант им нет смысла заморачиваться что-то там выставлять какие-то даты заводить механизмы грузиться но мы с вами это в основном мужское хобби да поэтому я и по-мужски вам говорю что ну реально ну зачем вам кварц если вы там не в спортзал или не в горы лезете за эти деньги там за 80 тысяч лучше взять механику автоподзавод возьмите без даты возьмите автоподзавод механику это вам будет практически как кварц если вы у вас одни или двое часов вы их постоянно носите они там не будут вставать но это будет живые часы живой механизм и что-то интересное а не просто хлопушка какая-то кварцевая друзья на этом все сегодня какая следующая тема как всегда у меня к вам вопрос встречный на какую тему вы бы хотели услышать в моем исполнении следующее видео надеюсь это видео сегодня вам понравилось жду ваших комментариев по поводу сертины по поводу хэмилтон может быть у вас есть по поводу ланджина за эти деньги какой вы бы купили на первичном и вторичном рынке и вообще что у вас какие мысли с вами был Виталий Сергеенко я часовой энтузиаст и продолжающий коллекционер и вот делюсь с вами своими наработками своими мыслями надеюсь что эти видео вам полезны и ждут вас лайков комментариев вопросов и присоединяйтесь к нашему сообществу подписывайтесь на этот ютуб канал впереди еще очень много много всего интересного и множество тем я для вас приготовил и готовлю для вас такой интересный оффер по но не буду пока говорить но все полезные ссылочки вы найдете в описании под этим видео там кстати есть телеграм-канал новый куда вы можете подписаться чтобы получать напоминалки о видео и уведомления и разные свои мысли то что я я нахожу мой дневник да по поводу коллекционирования по поводу каких-то интересных новостей на часовом рынке я там постараюсь активно публиковать поэтому подписывайтесь на телеграм переходите все контакты есть в описании под видео все на этом всем большое спасибо за внимание надеюсь это видео вам было полезно и интересно и да вроде бы все сказал всем успехов и до встречи всем пока